Я думаю, раз вы кликнули на это видео, то вы несомненно любите шапки, ну и другие аксессуары, которые в Team Fortress 2 бывают самые разные, от мала до велика, на любой вкус, цвет, тематику и стилистику. Такое огромное количество доступных шапок вызвано в первую очередь большим и креативным сообществом, которое и по сей день продолжает выкладывать в мастерскую сотни предметов. И если вы хотели присоединиться к этому числу людей и узнать как же создавать свои аксессуары для TF2 и как выкладывать их в мастерскую Steam, то это видео специально для вас. Так что всем привет и приятного просмотра. Итак, создание аксессуара можно условно разделить на 4 этапа. Это создание 3D модели, привязка модели к скелету, создание текстуры и импортирование аксессуара в игру. Из программ нам потребуется Blender или любая другая программа для работы с 3D, которая поддерживает форматы .snd и .dmx, любой удобный вам редактор изображений. Лично я использую GIMP, но для этого подойдет и Photoshop, SAI и самые разные прочие. А также дополнительно нам понадобится GCFScape, Crowbar и TFMV. Все эти программы бесплатные и легко скачиваются. Все нужные ссылки я оставлю в описании. Перед непосредственным созданием аксессуара необходимо сделать кое-какие приготовления. Сначала нам нужно достать из игры модели наемников, и для этого нам понадобится программа GCFScape. Нажимаем на эту иконку и выбираем из файлов игры вот этот архив. Дальше переходим в Models, Player, выбираем здесь все файлы нужного наемника и копируем их в какую-нибудь папку. Я буду делать шапку на солдата, поэтому я копирую его файлы. Теперь у нас есть .mdl файл наемника, но нам нужно декомпилировать его в .smd. Для этого нам уже понадобится программа Crowbar. В ней переходим в раздел Decompile, указываем файл с именем наемника, папку, в которую декомпилируются все файлы, и нажимаем Decompile. Теперь у нас есть нужные нам .smd файлы, так что мы можем приступить к созданию самой шапки. Для начала нам нужно создать 3D модель нашего аксессуара, но перед этим лучше сделать пару эскизов, чтобы понимать, как шапка будет смотреться на наемнике. Если вы никогда раньше не работали с 3D, то посмотрите или почитайте несколько гайдов. Процесс создания модели довольно трудозатратный и кропотливый, но интересный. Постарайтесь не перегружать аксессуар лишними деталями, но и не делайте его слишком уж простым. Аксессуар должен не только вписываться в стилистику TF2, но и подходить персонажу, который будет его носить. В общем, продумывайте, как будет смотреться ваша шапка, и не совершайте моих ошибок. На этом этапе также лучше сделать UV-развертку нашей шапки. UV-развертка это, грубо говоря, проекция всех полигонов вашей модели на плоскости, и она нужна нам для того, чтобы сделать текстуру. Для создания UV переходим в Edit Mode и выделяем всю модель клавишей A. Далее нажимаем клавишу U и выбираем Smart UV Project. Если вас не устраивает качество развертки, то можете выделить нужные грани и нажать Mark Sim. Тем самым вы создадите дополнительные швы, по которым объект будет разворачиваться. Главное следите за тем, чтобы на развертке было как можно меньше пустых мест, и чтобы полигоны не были слишком растянутыми. Когда вы сделали основную модель, можете приступать к созданию лодов. LOD или же Level of Details это степень детализации моделей. Они используются в видеоиграх для оптимизации. Чем дальше модель находится от экрана, тем меньше в ней деталей и полигонов. Такие же лоды нужно сделать и для нашей шапки, соблюдая границу треугольников. Для высокого лода предел составляет 1400 треугольников, для среднего 1000 и для низкого 700 треугольников. Удалить лишние грани вы можете как вручную, выделив их и нажав Dissolve Edges, так и используя модификатор Decimate. Накладываем модификатор, подгоняем значение под нужное количество треугольников и нажимаем Apply. Таким образом создаем еще две модели нашей шапки. Так же стоит следить за расположением нормалей. Нормали как бы указывают, куда смотрит полигон. И чтобы не возникало никаких проблем с отображением модели в игре, все они должны смотреть наружу. В случае чего их можно перенастроить, нажав сочетание Shift-N. Теперь нам нужно импортировать модель наемника. Сделать это можно только если у вас установлен аддон Blender Source Tools. Скачиваем его с официального сайта, затем в Blender переходим в Edit, Preferences и нажимаем Install. Далее выбираем zip-файл нашего аддона и нажимаем установить аддон. Теперь мы можем нажать File, Import, Source Engine и выбрать из папки нужный SMD-файл. Дальше масштабируем и располагаем нашу шапку относительно модели наемника. Затем сначала выделяем шапку, а затем скелет. Нажимаем Ctrl-P и выбираем With Empty Groups. Теперь переходим в Edit Mode, выделяем всю шапку и в разделе Object Data Properties выбираем кость, которой хотим привязать нашу модель. Если это шапка, то выбираем Bip Head. Если, например, питомец, то Bip Upper Arm и так далее. Я делаю обычную шапку, поэтому выбираю Bip Head и нажимаю Assign. Таким образом мы привязали наш аксессуар к модели наемника. И теперь мы можем его экспортировать. Для этого перемещаем объект в коллекцию сцены. Затем вот в этом меню выбираем папку и тип файла SMD. И наконец нажимаем File, Export, Source Engine и название нашего аксессуара. Так нужно сделать еще два раза, для того чтобы экспортировать все лоды нашей шапки. Отлично, мы закончили с частью моделирования, а значит самое время приступать к созданию текстуры. Чтобы сделать текстуру, нам для начала нужно создать карту Empty Clusion нашей развертки. Звучит сложно, но на деле все довольно просто и понятно. Сначала в этом окне создаем новое изображение, называем его как-нибудь и выбираем размер 512 на 512. Это стандартное разрешение текстур для аксессуаров Team Fortress 2. Далее в меню настроек рендера выбираем пункт Bake и выбираем в списке Empty Clusion. Затем нам нужно перейти в раздел Shading, где все настройки производятся при помощи нодов. Я не буду долго объяснять за что отвечает каждый из этих узлов. Пока что просто повторите цепочку, которую видите на экране. После этого мы можем нажать Bake и подождать завершения процесса. Таким образом мы получаем карту Empty Clusion. На этой карте обозначаются искусственные тени и блики, благодаря которым объект смотрится более объемным и естественным. Сохраняем наше изображение, а вместе с ним и ее верзвертку. Она нам тоже понадобится. Открываем нашу карту в графическом редакторе и выставляем параметр умножения. Затем добавляем прозрачный слой, на котором мы будем делать основной цвет. И также слой с UV разверткой, по которому мы будем ориентироваться. Дальше нам остается только раскрасить текстуру при помощи кисти. Для подбора цветов вы можете использовать официальную палитру для TF2. Хотя никто не запрещает вам использовать свои цвета. Главное следите за тем, чтобы аксессуар вписывался в цветовую гамму игры. То есть смотрелся органично. Как только вы закончили с основной раскраской, можете приступать к добавлению деталей. Если ваша шапка будет залита сплошными цветами, то она будет выглядеть очень плоско и некрасиво. Во избежание этого, на текстуру стоит добавить различные потертости, пятна и прочее. Эти детали могут быть не так заметны, но благодаря им аксессуар выглядит и ощущается намного лучше. Далее экспортируем наше изображение, обязательно в формате .tga, и текстура готова. Теперь нам осталось только импортировать наш аксессуар в игру и выложить его в мастерскую Steam. Инструмент для импортирования контента в игру встроен прямо в главное меню TF2. Здесь выбираем опубликовать предмет и раздел аксессуары. В этом меню мы можем указать название и тип нашего предмета, его область надевания, иконку для рюкзака и само собой, одного или нескольких классов, на которых мы делаем этот аксессуар. Также здесь можно скрыть некоторые части на модели наемника, если они будут перекрывать наш предмет, но в данный момент мне эта функция не нужна. Здесь, как вы уже поняли, мы должны указать три наших SMD файла, а также указать .tga текстуру. Можно сделать две отдельные текстуры для каждой команды, или же одну для обеих. Изображения для рюкзака у нас пока что нет, а поэтому в описании я оставил временную иконку. Нажав на кнопку предпросмотр, вам открывается окно, в котором вы можете рассмотреть, как ваш аксессуар будет выглядеть в игре, а также наложить на него разные эффекты, анимации и прочее. Если вас все устраивает, то нажимайте проверить, а потом завершить. Мы с вами уже совсем на финишной прямой. Осталось только сделать иконку для рюкзака и изображение для страницы в мастерской. Для этого воспользуемся программой Team Fortress Model Viewer, или же TFMV. Это адаптированная по TF2 версия обычного HAL5 Model Viewer. В ней переходим в раздел Workshop, выбираем здесь наш аксессуар и нажимаем Loadout to HLMV. В этом окне выставляем значение FOV30, а затем располагаем наш аксессуар с нужного нам ракурса. В этом поле выставляем значение 512 на 512, выбираем папку, жмем на кнопку Screenshot и получаем PNG изображение нашей шапки. Обязательно убедитесь, что фон на этом изображении прозрачный, а сама шапка вписывается в прямоугольник 512 на 328 пикселей. Иначе игра просто не примет его. Как делать иконку и изображение для мастерской вы уже можете решить сами. Я обычно делаю все при помощи TFMV и GIMP, но вы можете использовать рендеры в SFM или Blender. В общем так, как вам будет удобнее. Для завершения работы снова переходим в инструмент импортирования, выбираем наш аксессуар и добавляем ему только что сделанную иконку рюкзака. Еще раз нажимаем проверить и завершить, выбираем иконку для мастерской, даем описание, выбираем подходящие пункты справа и наконец нажимаем завершить. Теперь ваш аксессуар официально выложен в мастерскую Steam. Осталось только дождаться его проверки и добавить на страницу все нужные изображения. Ну что ж, очень надеюсь, что подобный туториал был вам полезен. Все вопросы и детали, которые не были упомянуты в этом видео, я обязательно покрою во второй части. А покрывать на самом деле есть что. Если вам действительно понравилось и вы хотите больше подобного контента про TF2 и ее мастерскую Steam, то подписывайтесь и оставляйте комментарии. Ну а я желаю вам всем удачи и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok